Девушки отдыхают Какой же Новый год без Деда Мороза и Снегурочки Дорогие телезрители, без вашей помощи мы не справимся Давайте на счет 3 позовем главного волшебника и явную нучку Раз, два, три Дед Мороз, Снегурачка Дедушка, Снегурочка, как я рада вас видеть Телезрители, гав, у нас получилось Здравствуйте, наконец-то я к вам приехал Пробирался через метели и сугробы Как рад я видеть вас тоже У нас для вас целый мешок подарков Сюжетов корреспондентов студии, журналистики, автор В преддверии самого сказочного и волшебного праздника В нашем городе проходит много мероприятий для детей Это традиционные представления около елки И новогодние спектакли И разнообразные концерты А также игры для школьников и их родителей Вожатые городской детской думы И городского детского движения Юнзары Организовали для учеников начальной школы Уличный праздник О том, как прошло это мероприятие Рассказывает Ксения Митюрникова Ученики вторых классов школ Заречного Приняли участие в фестивале хороводы мира Его организовали вожатые городской детской думы И активисты парламента городского детского движения Юнзары Фестиваль состоялся на площади перед дворцом творчества детей и молодежи Исследователи миров вторых классов узнали, что хоровод – один из самых древних танцев на Руси На мероприятии ребятам рассказали особенности хороводов Дети изучили около 10 видов этих танцев И сразу же применили полученные знания на практике Второклассники старались выстроить разнообразные геометрические фигуры И играли в традиционную русскую игру – ручеек По традиции все мероприятия исследователей миров заканчиваются их гимном Ребята встали в один огромный орлядский круг и исполнили песню «Волшебная страна» Традиционно к Новому году наш дворец творчества детей и молодежи преображается Украшать учреждения помогали ученики школ Заречного Ребята сделали очень яркие открытки и поделки Мы с дедушкой уже видели эту красоту О том, как преобразился дворец творчества, вам расскажет Александра Денисова В преддверии Нового года во дворце творчества детей и молодежи Стартовал конкурс новогодней фантазии Городской конкурс-выставка проводится раз в два года Среди разных возрастных категорий 6-9 лет, 10-13 лет и 14-17 лет Самыми маленькими участниками в этом году Стали воспитанники детских садов по всему городу На выставку были заявлены 350 работ Конкурс проводится по номинации Новогоднее панно, коллажи по новогодней тематике Новогодние открытки, новогодние игрушки Костюмы, композиции и зимние букеты Новогодний костюм, который сделали ученицы в студии силуэт Оригинальная работа, несмотря на то, что костюм сделан из колючих веток А это уникальная и необычная работа В этот костюм можно нарядить своего кота Ребята не перестают удивлять жюри техникой, из которой выполнены работы За рубежом на новогодние праздники двери украшают рождественскими венками Они также были представлены на выставке Некоторые работы были объединены в одну сюжетную композицию Зимняя усадьба гномиков – замечательная работа Сделана учеником 2-го класса 220-й школы На ней жители домика готовятся встретить Новый год Не менее интересная работа – Новый год в лесу На ней символ нашего города – лось Празднует Новый год с остальными жителями зимнего леса Самое большое количество работ было представлено в номинации «Открытка» Все по-своему интересны и уникальны Главная лестница Дворца творчества детей и молодежи Традиционно украшена новогодними изображениями Паркетный зал украшает праздничная елка А работы детей создают праздничную атмосферу Самые юные воспитанники вокальной эстрадной студии «Десерт» Впервые вышли на сцену Дворца творчества детей и молодежи Для родителей начинающих артистов Этот семейный вечер стал большим подарком на предстоящий праздник Подробности из сюжета Филиппа Пышина Вокальная эстрадная студия «Десерт» под руководством Анны Александровны Булик На протяжении многих лет раскрывает таланты ее воспитанников Десерт имеет несколько коллективов, один из которых состоит из детей дошкольного возраста На семейном вечере во Дворце творчества детей и молодежи Вместе с преподавателем Инной Витальевной Ланкиной На сцену вышли маленькие артисты Для многих это выступление было дебютом Мы учимся, мы растем, мы очень старались И поэтому решили вам в преддверии Нового года Показать вот такой маленький наш семейный концерт Репертуар вокалистов был самым разнообразным Ребята пели про животных, насекомых, затрагивали темы чудес и надежд Едет, едет парамет Две трубы и стоп-колет Две трубы и стоп-колет В машине стоп-рыженька Сон и ножка моя Раденькая Стракой, да Две трубы и стоп-колет Мне очень понравилась эта сольная песня И я впервые в жизни спела одна на сцене эту сольную песню Я очень волновалась, но смогла В качестве зрителей предстали мама и папа выступающих Ведь кто, как не родители, самые строгие судьи и заинтересованные помощники Коллектив очень хороший, очень много лауреатов Быть частью этого коллектива, это очень престижно Готовились мы очень интенсивно У нас не все получилось, но мы очень старались Детки у нас маленькие в основном, поэтому навыков у нас еще нет Но мы старались принести это в праздничное настроение Я думаю, что концерт получился В финале мероприятия выступил руководитель коллектива Ланкина Инна Витальевна Это был наглядный пример, который показал К чему ведет дорога образования в студии «Десерт» Все сбудется, все сбудется Опять все распахни Улыбками на улицах Сияет все сегодня Выдающийся коллектив Заречного джазовый оркестр Дмитриев Бенд Это музыкальная гордость нашего города Это участники фестивалей областного и всероссийского уровней В киноконцертном зале «Молодежный» состоялся концерт «Маэстро джаз» На котором побывала наша съемочная группа Подробности узнаете в следующем сюжете Больше полувека на базе Дворца культуры «Современник» существует джазовый оркестр Биг Бенд С момента основания и до 2015 года его руководителем был заслуженный работник культуры России Валерий Владимирович Дмитриев Именно он воспитал несколько поколений музыкантов Наполнил репертуар Биг Бенда сложнейшими произведениями отечественной и зарубежной джазовой классики Создал имидж коллектива К сожалению, 15 декабря 2015 года Валерий Владимирович ушел из жизни из-за тяжелой болезни Но его дело продолжили его коллеги – участники музыкального коллектива Оркестр сменил название и сейчас носит имя своего создателя, о котором музыканты всегда отзываются очень трепетно Повелитель оркестра Строгий, требовательный Но любящий от всей души вот это искусство Он просто без этого не мог Но держал оркестр очень жестко Зареченский джазовый оркестр уже второй год проводит вечер памяти Валерия Дмитриева В этом году концерт маэстро джаз состоялся в киноконцертном зале молодежной Пензенского колледжа искусств В котором когда-то работал Валерий Владимирович Этот коллектив, к сожалению, собирается теперь только раз в год В честь как раз годовщины и памяти этого великого музыканта нашего пензенского края В программе будет джаз, чистый джаз, больше никакой эстрады Начиная с 30-х годов прошлого века и до 2000-х уже годов аранжировки свежие есть МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В памяти зрителей как Заречного, так и Пензы Валерий Владимирович остался виртуозным музыкантом и талантливым дирижером Он эстет, он человек, который всем своим положением на сцене показывает, как он к этому относится То есть как бы вот он за это болеет, он как-то так доброжелательный Самые положительные воспоминания остались Это вот знаток своего дела, мастер своего дела И самое главное, что он боготворил музыку, боготворил джаз, эстраду и передавал свой опыт молодому поколению Валерий Владимирович это поистине тот самый главный, уникальный человек Который смог оставить в сердцах и душах зареченцев очень теплые, очень добрые воспоминания Человек, который создал прекрасный коллектив Который до сих пор радует не только жителей нашего города, но и жителей Пенинской области Валерий Владимирович положил начало множеству традиций коллектива В том числе и участию оркестра в ежегодном фестивале музыки джаз май Это эталоном был коллектив, не только в Заречном, но и в Пензенской области И потом, когда он приходил ко мне в гости, Валерий Владимирович, он говорит Вообще в России сейчас мало осталось таких вот биг-бендов, которые профессионально работают И на протяжении многих лет он существовал, его поддерживали Надо приложить все усилия, чтобы действительно этот коллектив сохранился Потому что это лицо не только от города Заречного, но это лицо Пензенской области Такой знаменитый коллектив На концерт пришли любители джазовой музыки из Пензы и Заречного Для студентов колледжа искусств вечер стал отличной возможностью услышать ту музыку О которой им так много рассказывают на лекциях Зал тепло встречал выступления оркестра и солистов Каждая композиция вызывала шквал аплодисментов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В Заречном побывали артисты Московского областного государственного театра «Русский балет» Они подготовили для танцевальных коллективов нашего города мастер-классы А вечером на сцене Дворца культуры «Современник» Зареченцы увидели самую прекрасную и новогоднюю сказку С артистами театра «Русский балет» общалась Екатерина Шпинкова Необыкновенным новогодним подарком для зареченского зрителя Стала удивительная сказка «Щелкунчик» в исполнении театра «Русский балет» Непревзойденная музыка Петра Ильича Чайковского Знакома большинству с самого детства Буквально с первых аккордов ты погружаешься в атмосферу праздника И оказываешься рядом с наряженной елкой На ветвях которой можно найти необычную игрушку В рамках проекта «Территория культуры Росатома» в нашем городе состоялось удивительное событие На сцене Дворца культуры «Современник» была представлена новогодняя сказка «Щелкунчик» Которая исполнялась Московским областным государственным театром «Русский балет» Руководителем данного коллектива является народный артист СССР Вячеслав Гордеев Стоит отметить, что репертуар театра основан на классическом танце В «Современнике» состоялась пресс-конференция На которой артисты театра поделились своим опытом Они рассказали, как создаются постановки и что нужно для того, чтобы стать танцором балета Профессия балерины и артиста балета – это самая лучшая, прекрасная профессия вообще, мне кажется, на земном шаре Это элитная профессия, и не каждый может себя полностью посвятить ей, потому что это на самом деле очень трудный, тяжелый путь В балете важна не только чистейшая хореография, но и великолепная сообразительность, а также сила воли Танцорам зачастую приходится отказывать себе во многих вещах Каждый из них работает в полную силу с утра до вечера, выполняя свою работу на все сто Но самое главное – это любить дело своей жизни В балете сочетается и живопись, и танцы, и музыка Это такое уникальное искусство, которое соединяет в себе многое Когда ты выходишь на спектакль, в любом случае, это каждый раз что-то новое То есть спектакли, они не могут быть похожи один на другой Это всегда какие-то новые эмоции, новые зрители, которые дают энергетику, и ты отдаешь ему обратно Солисты опираются не только на свой опыт Они интересуются творчеством других коллективов, просматривая их выступления Деятели театра подготовили не только потрясающую новогоднюю сказку Перед выступлением заслуженная артистка России, мастер сцены и педагог театра «Русский балет» Светлана Устюжанинова Провела мастер-класс для танцевальных коллективов города Заречный Все старались подражать профессионалу и выполнять задания в полную ногу Именитые артисты театра выполняли упражнения разминки в одном зале с начинающими танцорами Девочки очень хорошие, есть даже очень способные Есть очень красивые у них и фигурки, и способные по линеарности ног Это должен быть красивый подъем, тонкая щиколотка Многие девочки очень хорошие, да, и быстро соображают, что не самая последняя в нашей профессии Потому что не только ногами мы можем танцевать, это все через голову идет Мастер-класс оказался довольно непростым для его участников Но трудности не помешали девочкам великолепно справиться с поставленными задачами Мне очень понравился мастер-класс Было, конечно, тяжело, и мы получили от этого очень много навыков Было интересно Было очень трудно, потому что в нашем коллективе мы делаем другие комбинации А сейчас все было на профессиональном уровне В 2017 году балету «Щелкунчик» исполняется 125 лет Это потрясающая новогодняя сказка, которую любят дети и взрослые по всему миру История рассказывает нам о новых, неизвестной детской душе чувствах, с которыми рано или поздно наступает встреча Расставание с детством – это неотъемлемая часть нашей жизни Главная героиня сказки переживает именно этот период, попадая в странные приключения своего сна Балет был показан в двух действиях и четырех картинах Постановка исполняется под музыку величайшего композитора Петра Чайковского Неудивительно, что эта сказка занимает особое место в репертуаре театра «Русский балет» Мне очень нравится Новый год, я очень люблю этот праздник И очень приятно танцевать «Щелкунчик» Действительно, попадаешь в сказку, сама переживаешь эти эмоции Вновь и вновь Это очень приятно и радостно Чувствуешь себя ребенком «Русский балет» «Русский балет» Коллектив представил выступления на высшем уровне Зрители восхищались прекрасными танцами и актерской игрой профессионалов Декорации балета передавали чудесную новогоднюю атмосферу Никто не остался равнодушным к великолепной истории Удивительное выступление создало положительные эмоции и волшебное настроение зрителям Дорогие телезрители, с наступающим 2018 годом Чтобы в вашей жизни были самые яркие, сказочные и интересные события Исполнение желаний И я, как символ года, желаю вам верных друзей и семейного благополучия С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!